Обильные остатки, штормовой ветер и понижение температуры. В этих условиях, по легенде, произошло ДТП с участием трех авто. Грузового, легкового и микроавтобуса с пассажирами. Пострадавшие есть, и их нужно срочно госпитализировать. А из-за ДТП образовался затор. Это тот самый момент, когда все спасательные ведомства, МЧС, дорожники, полиция, скорая, пожарные, должны сработать как единые механизмы. Каждый участник учения должен четко понимать свою роль и действия. В конечном счете, от этого зависит жизнь и здоровье пользователей дорог. И, соответственно, скорость оказания медицинской помощи, соответственно, организация бесперебойного движения. Проведение таких тренировок дает возможность получить не только практический навык в условиях, приближенных к реальным, но и понять недостатки во взаимодействии, которые требуют доработки и усиления. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации организовали оперативный штаб, как это происходило бы в реальной жизни. Задействовали 30 единиц техники, 19 из них специализированы. Скорые, пожарные машины, а также тяжелая техника для расчистки покрытия. В тренировке приняли участие около 100 человек. Разбил, зачистил, задние лены. По легенде, водитель легкового авто оказался заблокирован. Спасатели разбирали машину на счастье. В аналогичный период прошлого года у нас было 314 ДТП, куда реагировали подразделения. Спасено в текущем году 25 человек. Теперь на арену выходят дорожные службы. Убрать машины, очистить трассу от щебня. Считаю, прошедшие учения, которые мы сегодня провели, цели учения достигнуты. Личный состав получил и закрепил имеющийся навык. Считаю, что мы готовы к эксплуатации дороги в зимний период. Ну и дай бог, чтобы это чаще оставалось только на учениях, а не на основной нашей работе. До этого мы уже провели учения в Астраханской области и в Омской области. По плану, вот ближайшие будут учения в Новосибирской, Кемеровской и в Республике Якутия. Пострадавшие, хоть и по легенде спасены, замерзшие, согреты. После 30 минут с момента ДТП дорожное движение восстановлено. Спасательные ведомства сработали на отлично, но хорошо, что такой сценарий лишь учебный. В ближайшие дни в крае прогнозируют ухудшение погоды. Будьте осторожны на дорогах. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.